Дорогие братья, сестры, возлюбленные в Господе, также гости. Приветствую вас с любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Совсем недавно я слушал проповедь одного брата, в которой он обратил внимание, что на праздник воскресения Господа Иисуса Христа верующих трижды приветствуют словами Христос воскрес! Когда возникает вопрос, а почему трижды, почему не один раз? Ну, для многих ответ на этот вопрос, что это традиция. Лично я скажу за себя, для меня это не просто традиция, а гораздо больше. Я приветствую словами Христос воскрес трижды, во-первых, потому что первое приветствие Христос воскрес! Христа воскресил Отец Небесный! Второе приветствие Христос воскрес! Христос воскресил себя сам, когда сказал, разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его! Это он говорил о храме своего тела! И третий раз Христос воскрес! Это означает то, что Дух Святой воскресил Иисуса Христа! Во всех этих трех приветствиях открывается именно триединый Бог, в которого мы с вами верим! Сегодня у нас 16 апреля 2023 год! «Находясь в ожидании второго пришествия нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, будучи рожденными свыше через воскресение Иисуса Христа из мертвых, пребывающими в нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе, это означает, что мы вкушаем плоть и кровь Господа Иисуса Христа, как сегодня брат проповедовал, делился нам тем, что для нас значит смерть нашего Господа. Когда мы живем этой смертью, мы питаемся его плотью и кровью. Так вот, ожидать второе пришествие нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа – это возвещать благую весть, которая открывает нам значение его смерти. А значение его смерти открыло нам воскресение Иисуса Христа из мертвых. Если бы Иисус Христос не воскрес, мы бы не могли провозгласить истину о смерти, будучи движимыми Духом Святым. Хотя многие умудряются сделать и это, не будучи рожденными свыше, и говорить «Христос воскрес», и говорить правильные слова о значении искупительной жертвы Иисуса. Но здесь нет ничего удивительного. Неделю назад мы с вами праздновали праздник въезда Иисуса Христа в Иерусалим, когда Христа попросили, чтобы его ученики умолкли, на что он сказал. «Если ученики умолкнут и камни возопьют». Люди, которые Господа не познали, могут говорить правильные вещи, которые открывают истину, сами не понимая, ну просто вызубрив наизусть то, что Христос воскрес, или какое-то значение искупительной жертвы Иисуса Христа, которое соответствует истине. Но для человека, который вкусил эту благую весть, который живет смертью Иисуса Христа, потому что его смерть – это для нас жизнь, это то, что мы пребываем в Господе и таким образом ожидаем его пришествия. Но раз мы ожидаем второе пришествие, даже если мы не говорим о том, что Христос воскрес из мертвых, мы это подразумеваем. Но не покойника же мы ожидаем с вами. Иисус Христос, Он не остался во гробу, Он ожил, расторгнув узы смерти. И сегодня, находясь в ожидании второго пришествия Господа Иисуса Христа, мне хотелось бы показать смысл Его воскресения через книгу Откровения, мы с вами пойдем дальше, показать, что говорит книга Откровения о воскресении Иисуса Христа за снятием Третьей Печати. Мы уже с вами обращали внимание, что книга Откровения говорит о Святой Троице, когда говорит о благодати, которая исходит от Отца, от Сына, от Семи Духов Божьих. Это три единства Бога. Когда четыре серафима взывают Господу свят, 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 трижды. Свят. Свят Отец, свят Сын, свят Дух Святой. Господь Саваоф. Мы также обращали с вами внимание на Рождество Иисуса Христа через книгу Откровения в пятой главе, когда Агнец Божий появляется как победитель, о котором говорится, что он лев от колена Иудина, то есть указывается на его родословие, на его происхождение, каким образом он родился, почему именно Мария родила Иисуса Христа. Сегодня же мы поговорим с вами о том, как я уже сказал, что открывает нам книга Откровения, а конкретно снятие третьей печати о том, что Христос воскрес из мертвых. Итак, мы обратим внимание сегодня на один стих книги Откровения, это шестая глава, стих пятый. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее «иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей». Ну, любой здравомыслящий человек посмотрит на этот стих и скажет, «Ну, где ты тут увидел воскресение Христа?» Ну, сейчас мы посмотрим. Но для начала я хочу проиллюстрировать видеофайлом, о чем, собственно говоря, говорит этот стих. Богдан, пожалуйста, выведи следующий слайд, и когда я скажу, нажми мышкой, чтобы видео запустилось. Запускай. Мы видим, вот те, кто сзади видят, мы видим, как была снята печать, как появился Серафим видом человека, и видим всадника на черном коне. То есть три действующих лица аналогично всем первым четырем печатям. Когда мы рассматриваем снятие четырех печатей, мы видим три действующих лица. Первое действующее лицо – это Иисус Христос, который снимает печать из книги. Второе действующее лицо – это третье животное. Лицо – второе, а животное – третье. Потому что каждое животное из четырех соответствует каждой печати. Первое животное видом льва соответствовало первой печати. Второе животное видом тельца соответствовало второй печати. Третье животное видом человек соответствует третьей печати. Ну а четвертое животное, о котором мы с вами будем говорить при снятии четвертой печати. Мы поговорим, какого она вида, когда будем разбирать эту тему. Итак, три действующих лица. Еще раз, Христос снимает печати, затем Серафим видом, как человек говорит громовым голосом, иди и смотри, и третье действующее лицо – это всадник на черном коне. Почему? Когда мы обращаем внимание на того, кто снимает третью печать, речь ведется о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе. Наш Господь Иисус Христос засвидетельствовал о Своем воскресении из мертвых в книге Откровений, когда произошла встреча Иоанна с ним на острове Патмос. Вот его слова. Откровение, 1 глава, стих 18. «И живой», то есть мы верим в Господа живого, не мертвого. «И живой», и обратите внимание, «и был мертв, и все жив». То есть был мертв, мертвым не остался, а жил. «И живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Смерть и ад не смогли удержать Господа Иисуса Христа. Он был мертв, и Он тот, который на данный момент является живым, потому что воскрес из мертвых. Эта мысль, она также дублируется в послании к Смирнской церкви во 2 главе, 8 стихе книги Откровения. Христос о себе свидетельствует, когда дает повеление Иоанну написать послание, который был мертв и все жив. Мы не можем понять смысл смерти Господа Иисуса Христа. Никто бы не мог понять смысл смерти Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, если бы Христос не воскрес из мертвых. Для всех бы это осталось просто смерть человека, смерть праведника в лучшем случае. Но когда Христос воскрес из мертвых, мы понимаем, чем для нас является настоящая Пасха, как говорит апостол Павел в 1 послании Коринфянам 5, 7. Пасха наша Христос заклан за нас. Благодаря тому, что Иисус Христос взял грехи мира, взял наказание мира на себя, Он совершил оправдание, совершил искупление, совершил прощение грехов всего мира и дает это прощение сегодня грешникам, и после того, когда грешник это прощение получает, принимает, он становится уже новым творением, рожденным свыше. Почему? Потому что ему, по словам апостола Павла, которые записаны в послании к римлянам, в 1 главе, в 4 стихе, Сын Божий открывается, обратите внимание, как открывается, в силе по духу святыни через воскресение из мертвых. То есть, первое действующее лицо – это Христос, который умер и воскрес, и открылся Сыном Божьим, как говорит апостол Павел, по духу святыни через воскресение из мертвых. «Открылся Сыном Божьим», это означает, что он показал, что он равен Богу. Помните реакцию Фомы, когда Фома увидел Христа? Да он даже не стал осуществлять свой замысел. Помните, да? «Пока не увижу раны, пока не засуну руки туда». Ну, Христос говорит, ну на, засунь. Да Фоме уже это не понадобилось, он только увидел Христа, пал перед Ним и исповедовал Его кем? «Господь мой, Бог мой». Да, он назвал Иисуса Богом. И поэтому, благодаря тому, что Иисус Христос воскрес из мертвых, мы обрели познание, что значит Сын Божий. Сын Божий – это значит Бог, равен Богу. И поэтому, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих, говорит, что «верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Господь совершил спасение всех, но не все познали Господа. Помните, Петр, он говорит о нас, что «все мы блуждали, как овцы, и совратились каждый на свою дорогу, пока не нашли пастыря и блюстителя душ, пастырь добрый, который положил жизнь свою за овец и который не остался в пределах смерти, который воскрес из мертвых и через воскресение дал познание о себе, что он есть Сын Божий. Те люди, которые Господа не познали, не приняли, не получили прощения грехов, они не увидят вечной жизни. Для того, чтобы им увидеть вечную жизнь, эту вечную жизнь нужно получить, нужно выйти из того блуждания, в котором находится каждый человек сегодня, и пойти именно на ту дорогу, которая является единственной верной дорогой, о которой говорил Иисус Христос, что он единственный путь ко спасению, который ведет в небеса, который ведет к Отцу, который ведет в жизнь вечную на небо. Без Иисуса Христа спасение и вечная жизнь невозможно. Один из наших братьев написал песню, которая называется «В поисках правды». Она иллюстрирует ту притчу, которую рассказывал Иисус Христос про блудного сына, который возвратился к Отцу. И там такие слова. «В поисках правды весь мир обойду, но для себя ничего не найду». Дальше я обращаю особое внимание. «Осенью поздней домой возвращусь». Смотрите. «К теплому хлебу Отца прикоснусь». Именно этим хлебом является наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Он о себе сказал, что «Он есть хлеб жизни, едущий меня, будет жить мною». И он дальше разъяснил подробно, что это значит. Что значит «есть Христа», что значит «есть хлеб жизни». Это верить в Его смерть. Это питаться Его плотью и кровью. Возвещая то, что на основании Его пролитой крови наши грехи были прощены еще до нашего покаяния. В момент покаяния мы получили вечную жизнь. Но те люди, которые, возможно, слышат Господа, но не принимают Его как хлеб жизни, можно получать вечное наслаждение от того, что говорить о том, какой вкусный хлеб, но так его и не съесть и умереть с голода. Так вот, есть люди, которые любят говорить о Христе, любят получать что-то от Христа. Прощение – это же хорошо получить. Вечную жизнь, но не получить самого Христа. А если человек не получает самого Христа, он не получает ни прощения, ни вечную жизнь. Он только говорит о Христе, но ничего этого не имеет, потому что жизнь его не изменилась, потому что он остался просто на уровне интеллекта и на уровне любопытства. И поэтому о нем говорит Иоанн, что такой человек не увидит жизни вечной, но гнев Божий пребывает на этом человеке. Если первый вариант песни, которую написал брат наш о том, что человек пришел к отцу и прикоснулся к его теплому хлему Господу Иисусу Христу, то есть еще один вариант другой песни, тоже о блудном сыне, которую написали атеисты. Которую написали атеисты. Она звучит так. Говорил мне отец, ты найди себе слово, и оно словно песня поведет за собой. Ты ищи его с верой, с надеждой, с любовью, и тогда оно будет твоею судьбой. Какие замечательные наставления. Настав юноша, как говорится в притче, на истину, что отец и делал, говоря о слове. Ведь словом является кто? Сын Божий. Слово, которым было сотворено небо, земля, слово, которое было распото, которое воскресло. И что отвечает этот сын? Я искал в небесах и средь дыма пожарищ, на зеленых полянах и мертвой золе. Только, кажется мне, лучше слово товарищ. Ничего не нашел я на этой земле. Это то, чему учили нас раньше, когда мы жили при Советском Союзе. Слово Христос, слово спасения, слово творец, слово судья, слово пророк и учитель было подменено словом товарищ. Товарищи были разные. У одних были глаза свирепые, злые, у других добрые. Можно вспомнить разные советские фильмы про красноармейцев, сравнить их с современными фильмами. Но почему-то в современных фильмах их показывают какими-то головорезами и злодеями. А в то время, когда мы жили, то их показывали с добрыми такими глазами. Но неважно, добро ли делал человек советский, зло ли он делал, это все было грехом. Потому что дерево, от которого вкусили люди, оно называлось дерево познания добра и зла. И делать добро на сегодняшний день без Бога является хорошим грехом. Делать зло является плохим грехом. И то, и другое ведет человека в погибель. Потому что во Христе человек не учится делать добро без Него. А он принимает то благо, которым является только Бог. Помните, что Христос сказал? Никто не добр, только он. И человек становится недобрым. Человек становится праведным, способным и ревностным на любое доброе дело, но уже во Христе Иисусе, а не по своим человеческим заслугам. Поэтому в Иисусе Христе важно осмыслить и понять, что именно тот, который снимает третью печать, как и все остальные печати, он является источником воскресения из мертвых. Христос о себе сказал, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет». Верующий в Господа Иисуса Христа, если даже будет подвержен физической смерти, он воскреснет таким же образом, как и наш Господь Иисус Христос. Это что касается первого действующего лица, который снимает печать, который снял третью печать. Следующее действующее лицо – это третий серафим, третье животное. Вот мы с вами читаем, третье животное, оно соответствует третьей печати. Третье животное, обратите внимание, имело лицо как кто? Лицо как кто? Как человек. Так вот, смотрите, с одной стороны, воскресение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа открыло его Сыном Божиим, открыло его Богом. С другой стороны, воскресение Господа Иисуса Христа открыло его человеком. Вторым человеком, последним Адамом, духом животворящим. Апостол Павел об этом говорит в первом послании Тимофею, 2 глава, стих 5. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Обратите внимание, что здесь делается акцент, что Иисус есть человек, даже в настоящее время. Несмотря на то, что Он воскрес из мертвых, несмотря на то, что Он Сын Божий, Он является человеком, новым человеком. Даже не тем человеком, которым Он был до Своей смерти. Сегодня многие воспринимают Иисуса Христа как человека, который подобен Адаму. Но оно, в принципе, так и есть. Но этим истина не ограничивается. Потому что Господь послал Сына Божьего в подобии плоти греховной, в подобии человека греховного. Но Сам-то Христос не был греховным человеком. Если в Адаме все согрешили, то это не касается нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он пришел, родившийся от жены, но был зачат от Духа Святого. И совершил спасительное дело для того, чтобы воскреснуть из мертвых и для того, чтобы открыть нам тайну своей сущности. Вот Христа воспринимали, когда Он жил среди людей, как человека. Да, о нем мы даже в пророчестве Исаии читаем, что не было в нем ни вида, ни величия. Но Он не отличался особо от других людей. Тем не менее, Господь Иисус Христос показал свой вид и свое величие троим ученикам на горе преображения. Когда преобразился перед ними и показал, кто Он есть по сути, что Он не просто вот этот вот человек, который как Адам, как все смертные люди, но Он гораздо больше. И апостол Петр, он свидетельствует об этой великой славе, очевидцами которой они были уже в послании. Так вот, когда мы говорим о Господе и Спасителе Иисусе Христе, важно понять, что Он является последним Адамом, вторым человеком. Буквально несколько недель назад я общался с Игорем Антоновичем, ну, если кто не в курсе, он исполнял в свое время служение пресвитера нашей церкви. Я созванивался с ним через интернет по Вайдеберу, и в разговоре он обратил мое внимание на труды Льва Николаевича Толстого. И он задал мне вопрос, как ты думаешь, в рассуждении о Господе Иисусе Христе, на чем Лев Николаевич Толстой остановился? Я знал ответ на этот вопрос, поэтому мне не составило труда сказать на его смерти. Вот, к сожалению, многие на сегодняшний день воспринимают Евангелие так, как воспринимал Лев Николаевич Толстой. Они учат всем нравственным положениям, о которых говорил Иисус Христос, доходят до смерти, а воскресения не принимают. Даже те, кто сегодня говорят о воскресении Иисуса Христа, да, вопиют сегодня камни, не всем дано познание, что значит Христос воскрес, как второй человек, последний Адам. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 21 по 23 стих. Ибо как смерть через, обратите внимание, человека, так и через человека. Богдан, пожалуйста, слайд выведи там, где через человека, я подчеркнул, чтобы хористы могли тоже видеть. Спасибо. Ибо как смерть через человека, так, обратите внимание, через человека. Третье животное видом как человек, свидетельствует о его человечности. Не только что Христос Бог, но Он и человек. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Обратите внимание, что и возмездие за грех смерть, и Божья благодать действуют одинаково. Как в первом Адаме все умерли, так во втором Адаме на всех направлена Божья благодать. На сегодняшний день спасение доступно, спасение, прощение грехов, вечная жизнь доступна абсолютно всем. Но достанется только верующим, рожденным свыше. Ну, чтобы было понятно, я попробую проиллюстрировать на примере, который в первую очередь поймут те, кто имеют дело с интернетом. Но я думаю, что мы живем уже не в 20-м, а в 21-м веке. Пора уже начинать мыслить этими образами. В интернете есть разные сайты, среди которых есть видеохостинг YouTube, на который выкладывают видео. Вот Андрей Барсуков выкладывает наше видео. Я веду канал Жатвы. Ну, разные пользователи ведут каналы по своей тематике. И когда пользователь интернет выкладывает видео, то есть три варианта доступа этого видео. Первое – это ограниченный доступ. Это означает, что видео может просмотреть только сам человек, который его выложил. Второй вариант – это доступ по ссылке. Это видео увидят только избранные, кому эта ссылка будет отправлена. И третий доступ – доступ для всех. Когда любой, кто заходит на этот канал, может просмотреть это видео. Но несмотря на то, что доступ открыт для всех, получат это видео те, которые его посмотрят. Вот точно так же. Господь открыл доступ спасения всем. Но получает этот доступ только верующий человек. И поэтому 23 стих говорит о том, что аналогично тому, как во Христе все воскреснуто живут, говорит, что каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его. Если 21 и 22 стихи говорят о положении, когда в Адаме смерть, да, через первого человека, в последнем Адаме, во втором человеке воскресение из мертвых. Ну, воскресение из мертвых, оно в любом случае коснется всех. Даже человек, который не уверовал, он все равно воскреснет. Но только есть два воскресения. Воскресение жизни, воскресение осуждения. 23 стих говорит о воскресении жизни. А Христос в 5 главе Евангелия от Иоанна, 28 и 29 стихи, говорил о том, что «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия и изыду, творившее добро. Воскресение жизни, а делающее зло, воскресение осуждения». Осуждение. Я уже говорил, что делать добро можно только во Христе. Потому что никто не благ, как только Христос. Своими добрыми делами человек ничего не добьется. Потому что мы с вами читаем, апостол Иоанн говорит, что весь мир лежит во зле. Но коварство этого мира заключается в том, что он это зло преподносит под видом добра. Но если в первое время сатана атаковал церковь гонениями и понимал, что церковь становится только крепче, сильнее, то потом он решил с церковью подружиться. И мир в лице императора Константина начал обнимать христиан. Но когда мир обнимает христиан, не стоит этому доверять, потому что в одной руке он держит нож, чтобы воткнуть его в спину. Поэтому любить мир не стоит. И важно понимать, что во Христе мы обретаем вечную жизнь и надежду на воскресение из мертвых, воскресение в жизнь. Но хочет того человек или нет, поскольку Христос воскрес из мертвых, он тоже воскреснет, даже тот, который отверг Христа, но уже воскресение осуждения, воскресение смерть. Апостол Павел, он говорит о Христе в послании к римлянам в 11 главе 36 стихе, давая понять, что точно так же, как в Адаме, оказался весь мир точно так же и во Христе. «Ибо все из него, что все? Все из него, из Христа. Ибо все из него, им и к нему, ему слава вовеки. Аминь». Если посмотреть чуть выше, то как раз в 32 стихе апостол Павел и говорит, «Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать». Как он это сделал? Через Адама. То есть, если в Адаме совершилась смерть, то во Христе Иисусе для всех совершилось воскресение. Римлянам 5 глава 15 стих. «Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати...» Обратите внимание, опять я подчеркиваю, пожалуйста. Ага, спасибо. «И дар благодати одного человека». То есть, третье животное лицом как человек. «Благодати одного человека» Иисуса Христа преизбыточествует для многих. Здесь, что интересно, говорится слово «многие». Потому что, ну, во-первых, не все примут эту истину. И многие – это те, которые уверуют во имя Господа Иисуса Христа. Когда мы обращаем внимание на то, что преступлением, 5 глава Римлянам, 18 стих, одного, обратите внимание, одного, всем, тут написано всем человеком осуждение, так, правдаю, одного, что там написано, всем человеком оправдание в жизни. Можно сказать, что каждый человек прощен. Можно сказать, что каждый человек оправдан. Можно сказать, что каждый человек спасен. Но можно ли сказать, что каждый человек имеет прощение, имеет оправдание, имеет жизнь вечную? Конечно нет. Потому что получить человек оправдание может только даром, не благодаря своим делам. Римлянам, 3 глава, 24-25 стихи. «Получая оправдание даром по благодати и его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления». Когда мы говорим о жертве умилостивления, помните, Иоанн говорит, «Он не только умилостивление за грехи наши, но и умилостивление за грехи всего мира, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру для показания правды его в прощение грехов, сделанных прежде, сделанных во времена Ветхого Завета, сделанных во времена Закона». Здесь апостол Павел акцентирует внимание на те проблемы, которые были раньше у людей. И уже в 4 главе он говорит, что мы веруем, в кого мы веруем? 4 глава, 24 и 25 стих «Веруем в того, кто воскресил, мы сегодня радуемся воскресению Иисуса Христа из мертвых, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Наш Господь Иисус Христос совершил великое, совершил то спасение через свою смерть. Аналогично тому, как первый человек, Адам, уснул, и во время сна Бог создал ему кого? Жену. А потом эта жена стала кем? Матерью всех живущих на земле. Аналогично второму человеку, последнему Адаму, когда тот, Христос, уснул, но уснул уже смертным сном, во время его смерти Господь создал благодать на благодать, которая также направлена на все человечество. Точно так же, как жена, которая обольстила Адама, да, мы читаем, я перед этим читал вам отрывки, где апостол Павел говорит, что как через одного человека, через Адама смерть, да, так через второго человека, через последнего Адама всем жизнь, воскресение, оправдание и так далее. Ну, возникает вопрос, а при чем здесь Адам, когда грех-то совершила Ева, да, ну, мы сами знаем, что она взяла, ну, что обычно говорят, что она взяла с дерева познания добра? Ну, обычно кто-то рисует яблоко, кто-то говорит, что это плод, но не то, не то, неверно, потому что это не написано, что яблоко, и не написано, что это был плод. Нет, написано это были плоды во множественном числе. Взяла плодов, ела, принесла мужу, и он ел. Плоды, потому что иллюстрируют как добро, так и зло. И сегодня человек безбожник, он может делать добрые дела, но эти добрые дела ведут его в преисподнюю, ведут его в ад. Без Господа и Спасителя Иисуса Христа. Жена, которая сделалась матерью всех живущих на земле, наградив их грехом, мужа наградила своего грехом. Почему? Потому что не слушала Бога, не слушала мужа, а слушала домашнюю зверушку, которую она себе завела, видя ровно прямо ходящего змея. Но когда мы смотрим на иллюстрации в детских библиях или в других христианских картинках, змей обвивает это дерево, да ничего он его не обвивает, потому что ползать он начал после того, когда совершилось проклятие над ним, после того, когда Господь проклял Адама, его жену проклял змей и сказал, что ты будешь ползать на брюхе. И вот жена начала слушать этого змея и принесла вот эти вот плоды своему мужу, и они ели вместе. Кушать подано, честь по чести. На первое были плоды просвещения, а на второе кровавые мальчики. Плоды просвещения – это знание, которое получает человек. Знание – будете как боги, которые изучают разные науки сегодня люди, копаются в этом знании. Это одна сторона дерева познания добра и зла, которое является хорошей. А кровавые мальчики – это один из вариантов проявления зла от этого дерева. Мы видим, Каин убивает Авеля, затем Лавех проливает кровь, и пошло, и поехало кровь за кровью, убийство, ненависть, злоба, коварство, обман. Все то, что ведет человека в ад преисподнего. Но наш Господь Иисус Христос взял на Себя все это проклятие этого мира. И мы веруем в Того, Кто воскресил из мертвых, Иисуса Христа. Господь наш, Который был предан за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Зачем? Для того, чтобы мы могли возрадоваться самому большому, самому великому, что во Христе Иисусе мы не только обрели то, что нам нравится. Ой, хорошо, мы не будем в Гиене. Ой, хорошо, мы будем в Иерусалиме. Ой, хорошо, нас Господь простил. Да мы самое главное обрели. Христа мы обрели. Потому что можно любить что-то от Христа, но не любить Христа, и в этом самая большая проблема. Потому что в себе самом Господь создал одного нового человека, которым является наш Господь Иисус Христос. И поэтому на сегодняшний день Господь, когда говорит о воскресении, в пятой главе Евангелия от Иоанна, то Он говорит о том, что есть два воскресения. Воскресение жизни и воскресение осуждения. Первое послание Коринфянам, пятнадцатая глава, сорок пятый и сорок девятый стихи, сорок пятого по сорок девятый стих, говорит также о двух Адамах. Так и написано, первый человек, Адам, стал душою живою, а последний Адам, есть дух животворящий, но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. То есть сперва был душевный Адам, первый, через которого все умерли, затем второй Адам, второй человек, последний Адам, духовный, первый человек, обратите внимание, из земли, там стоит слово перстный, для многих это непонятно, перстный это значит глиняный, первый человек из земли глиняный, второй человек Господь с неба, обратите внимание, он не глиняный, у него совершенно другое происхождение, Через воскресение из мертвых. Мы сейчас говорим о воскресении из мертвых. Когда Он воскрес из мертвых, Он стал Духом Животворящим. Первый человек из земли глиняный, второй человек Господь с неба. Каков глиняный, таковы и глиняные. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ глиняного, будем носить и образ небесного. Раньше мы были по природе чадами гнева. Мы были ветхими людьми, врагами Богу, непримиренными с Ним. Но Господь на кресте распил нашего ветхого человека. И через воскресение из мертвых Он создал в себе Самом нового человека. И во втором послании Коринфянам, 5 глава стих 16, апостол Павел говорит, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Если мы воспринимали Христа как глиняного, то теперь мы воспринимаем Его как небесного. Его происхождение с неба, оно было даже в самом зачатии. Вот частично, да, глиняное что-то в нем было от Марии. Но зачат-то Он был от Духа Святого. Сегодня вечные споры между, когда протестанты спорят с католиками и с православными, была ли Мария матерью Господа Иисуса Христа, выводят такие аргументы, что Мария, она дала ему человеческую природу. Да не Мария ему дала человеческую природу на самом деле, а Он сам себе ее сделал, когда воскрес из мертвых, когда сказал, разрушьте вот это вот старое, распните меня, и я создам новый храм нового человека. И в себе Самом Он создает новое творение новых людей, рожденных свыше. Поэтому, когда мы обращаем внимание на второе действующее лицо, на третьего Серафима, видим его вид как человека, нам открывается Христос как Дух Животворящий. Итак, мы говорим, снятие третьей печати, три действующих лица. Христос, воскресение и жизнь вечная. Умер и воскрес, совершил спасение. Серафим видом как человек. И когда он засвидетельствовал своим видом, ну, свидетельствует своим видом о Господе, как о человеке, как о Духе Животворящем, как о втором человеке, последнем Адаме, то он говорит громовым голосом, иди и смотри, и говорит, приходи, и приходит третье действующее лицо, это всадник на черном коне. О нем сказано, что он имел меру в руке своей. Это конец 5 стиха 6 главы. Имел меру, это говорит о том, что люди, которые не принимают истину как Господа, одно из проявлений Божьего гнева, это то, что люди будут испытывать голо. Почему? Потому что люди обмануты сперва первым всадником. Вторым всадником они начинают проливать кровь. Первый всадник дает познание, тоже просвещение людям. Ну, такое просвещение, чтобы от Христа увести. Второй всадник, он вводит людей в войны. Следствием войны идет голод. Но даже если этот голод коснется христианина не как гнев Божий, как Божие испытания, то христианин сможет его выдержать. Вспомните Господа и Спасителя Иисуса Христа, который тоже голодал аж целых 40 дней. И сатана такой добренький, да? Ведь же он не со злом к нему подошел. Ну, ты голодаешь, поешь. Понимаете? Поэтому кормить голодных не всегда правильно. Иногда это может быть грехом. Хотя дело доброе. Иногда это может отвлечь от главного. И поэтому Господь и сказал, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Бога живого. И поэтому, через что бы Господь бы нас не провел, через какие бы испытания не провел, мы имеем защиту от первого всадника. Это всеоружие, о котором упоминает апостол Павел в послании Ефесянам в 6 главе. Мы имеем обетование от Господа, который сказал, что совершенная любовь изгоняет всякий страх, когда мы оказываемся в зоне, где идет убийство, где идут войны. Христос сказал, не бойтесь убивающих тела, души немогущих убить. И также, если кого-то коснется голод, главное помнить, что нашим хлебом является наш Господь Иисус Христос. И если даже мы будем голодать, и у нас не будет материальной пищи, которая насыщает наше тело, то духовная пища у нас будет всегда. Аминь. Помолимся. Господь наш и Бог наш, благодарим Тебя и славим Тебя за то, что Ты совершил через воскресение из мертвых, показал нам, открыл нам себя, как последнего Адама, второго человека, как того, который воскрес из мертвых, как того, к которому принадлежат ключи от ада и смерти, как того, который уже не умирает, и как того, который в себе самом создал нового человека, родил нас для новой жизни. И благодаря Твоему воскресению мы получили благодать, получили прощение, получили искупление, но самое главное, мы получили Тебя, нашего Господа и Спасителя Тебе. Слава во веки вечные да пребудет. Аминь. 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 Аминь.